Музыка Всем привет, дорогие хозяюшки! Я сейчас буду готовить легкий супчик из кабачка. Мне нужен кабачок, у меня пол килограмма, но я его обчищу. Видите, у меня какая кожица. Я его купила, уцененный, мне пойдет. Пол килограмма здесь было, сейчас взвешиваю после того, как очищу. И вот луковица у меня очищенная, уже 90 грамм. Мне нужны будут сливки 20% у меня, сметанка тоже 20% и вода мне нужна будет. Оливковое масло ложки 4 и соль, специи по вашему вкусу. Супчик готовится очень быстро, получается очень нежный, вкусненький. Ну, я думаю, для лета, для жары как раз подходит. А может кто-то и зимой захочет такой супчик поесть. Что я буду первым делом делать, это я порежу луковицу. Супчик я буду готовить вот в такой двухлитровой кастрюльке. Вот сейчас я налила сюда 4 ложечки оливкового масла и обжариваю здесь лучок. Я очистила кабачок и он у меня получился, ну, 400 грамм. Мне это маловато, он будет суп жидковат, поэтому я добавила и у меня теперь примерно 600 грамм кабачка. Вот на 2 литрах кастрюлька у меня. Теперь мне нужно его потереть. Кабачок я потерла, лучок у меня обжаривается. Все мои ингредиенты уже готовы для супчика. Ну, не супчик прямо, а сказка. Лучок обжарила немного. Теперь добавляю сюда кабачок. Из кабачка жидкость я не сцеживаю. Прям так и буду обжаривать некоторое время. Процесс идет, кабачки в кастрюльке. Вот они у меня, я их перемешиваю. Ну, совсем недолго. Я их не собираюсь жарить. И к супчику также хочу приготовить сухарики. Взяла вот 5 ломтиков хлеба, сейчас их порежу. Так, мне нужно добавить сюда кипятка. Не помню, конечно же, кастрюльку. Полтора литра у меня сейчас, вместе с кабачками и с луком. Я посмотрела, тут вот рисочка есть у меня. Так, теперь я это все убавляю. Пусть у меня это кипит минут 5. А я сейчас в сухарики добавляю немного соли. Немного паприки. И сушеного чеснока. Это у меня экспромт. Я еще черного перчика сюда добавлю. Так, и мне нужно маслицем это сдобрить. Так, сбрызну все это пэмом. Все, перемешаю и выкладываю напротив. Все, на простынь разложила. Теперь в горячую духовку она у меня уже нагрелась. И ставлю в духовку, чтобы они у меня подсохли. Так, пять минут так мой суп прокипел. Я выливаю сюда сливки 200 миллилитров. Теперь что? Теперь щедренько так две ложечки сметаны. Ну, с горкой вы сами видите. Так, и мне нужно это все посолить. Солите по вкусу. Все посолила. Теперь жду момента закипания и буду готовить еще пять минут. Супчик закипел. Буквально три-пять минут и выключаю. Забыла сказать, кто любит супы по жиже, то можно добавить сюда водички. Я добавлять водички не стану. Вот видите, до верха кастрюльки можно еще добавить. А потом можно его просто пропюрировать и будет пюре, суп-пюре таким ярким сливочным вкусом. Сухарики тоже подоспели. Ммм, какие вкусные. Ммм, обалденные. Сухарики готовы. Супчик готов. Сейчас буду разливать по тарелочкам и садиться обедать. Ну вот, супчик готов. Я посыплю его сухариками. Ммм, какая вкуснота и красота. Кто желает, по желанию можно добавить зелень. Я не буду ничего добавлять. Буду наслаждаться кабачковым вкусом. И вот пришел мой самый главный дегустатор. Суп еще горячий. Ой, вкусно, впрочем, как и всегда. Меня попросил вылиться, так сказать. На самом деле, обалдеть. Юрик, тебе невозможно ничего по секрету сказать. Супчик, девочки, можно есть как холодным, так и горячим. Можно дождаться, пока остынет. Ну что же, девочки, всем пока-пока. Всем хорошего настроения. Девочки, пока-пока. Готовьте супчик вместе со мной такой вкусненький. И наслаждайтесь его вкусом. Я думаю, увидимся в следующем видео. Все, всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok